Жителям области, которые вернулись из-за границы и их отправили на карантин, руководители будут оплачивать больничный авансом на 7 дней. Также в регионе откроют три лаборатории для тестирования на коронавирус. Об этом в эксклюзивном интервью моему коллеге Владиславу Чухрову рассказала первый заместитель губернатора области Ирина Гехт. Что нужно делать человеку, который недавно прилетел из-за границы и, возможно, общался с зараженными? В аэропорту идет объявление о горячей линии Минздрава, на которую нужно позвонить в случае прибытия из-за границы. Большинство людей этой мерой пользуются. То есть они звонят на горячую линию, оставляют свои адреса. К ним в течение двух дней выйдут санитарные врачи с соответствующим предписанием. Это предписание будет основанием для получения больничного листа. Более того, мы понимаем, что если это люди работающие, выплаты начинаются авансом на седьмой день после получения больничного листа. Ну и, соответственно, участковый врач ведет наблюдение людей, находящихся на карантине, взяв предварительно анализ. Ну и после двухнедельной изоляции человек уже выходит на работу. С недавнего времени мы открываем еще три лаборатории, где уже будем тестировать всех, кто, так сказать, испытывает сомнения. Это люди по направлениям врачей с проявлениями ОРВИ и гриппа, у которых там есть панические настроения в части того, что это у них коронавирус. А больницы у нас готовы на случай эпидемии в Челябинской области? Есть ли места свободные, какое-то оборудование? Безусловно, у нас и резерв коек есть. У нас проведен абсолютно мониторинг всех госпитальных баз, готовых принимать таких больных. Таких баз сегодня 16. Это порядка 240 коек. Это, соответственно, аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас мы покупаем еще дополнительно порядка 20 аппаратов. Аппараты мембранной оксигенации. Это достаточно дорогостоящая аппаратура, но которая позволяет, на самом деле, в тяжелых ситуациях спасти жизни. Это мониторы для наблюдения, и это боксы для перевозки таких больных. Спасибо большое, Ирина Альфредовна. Мойте руки, друзья, и сохраняйте спокойствие.